Уважаемый Николай Ваваевич, уважаемые члены делегации, мы вас приветствуем в Доме правительства. Добро пожаловать. Ваш официальный визит имеет очень важное значение для дальнейшего развития наших дружеских отношений, союзнических отношений, которые связывают Россию и Армению. В этом году мы отмечаем 30-летие со дня установления дипломатических отношений и 25-летие договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Арменией. На состоявшихся вчера переговорах с президентом Владимир Владимировичем Путиным вы достигли масштабных договоренностей об укреплении двустороннего взаимодействия практически по всем направлениям, которые есть в повестке наших стран. Правительство России примет все необходимые меры для исполнения этих решений, которые были приняты на высшем уровне. Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров и инвесторов в экономику Армении. И что радует, что в прошлом году взаимный товарооборот вырос почти на 13% по сравнению с 2020 годом, продолжается рост, достиг 2,6 млрд долларов. И в январе-феврале товарооборот увеличился на 42%, составил почти 430 млн долларов. Объем российских инвестиций в экономику Армении превышает 2 млрд долларов. Мы, конечно, заинтересованы в расширении двухстороннего сотрудничества, в запуске новых совместных проектов в таких областях, как энергетика, горнодобывающая промышленность, транспортная инфраструктура, фармацевтика, агропромышленный комплекс, цифровая экономика, высокие технологии, инновации. Важно стимулировать взаимодействие между регионами, активнее использовать возможности нашего малого и среднего бизнеса. Проработкой конкретных инициатив занимается Межправкомиссия. От нас Алексей Логинович Аверчук активно в ней работает. И мы, конечно, предлагаем ускорить подготовку к подписанию новой межправительственной программы экономического сотрудничества России и Армении. В условиях незаконных санкций со стороны недружеских государств в отношении России, конечно, важно активнее использовать национальные валюты в двухсторонней торговле, развивать производственную кооперацию, открывать новые возможности для расширения взаимной торговли по всем направлениям. Приняты нами в формате Евразийского экономического союза решения о, в частности, снижении ввозных таможенных пошлин на сырье, продовольствие, комплектующее, обеспечить устойчивое развитие единого рынка в интересах бизнеса и потребителей государств всей пятерки. Мы также уделяем особое внимание выполнению договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. Убежден, что создание новых инфраструктурных маршрутов, обеспечить устойчивое развитие региона, будет способствовать укреплению мира и стабильности в интересах всех государств Южного Кавказа. Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Армении и сейчас, в данный момент, по линии Международного центра гуманитарного реагирования создаются условия для возвращения беженцев в места их постоянного проживания, ну и, конечно, восстановления объектов инфраструктуры. Особую роль играет многоплановое сотрудничество России и Армении в области образования, а также науки и культуры. Оно имеет важное значение для наших братских народов, которые искренне дорожат дружбой и взаимным общением. Готов с вами обсудить, Николай Иванович, все актуальные вопросы в двусторонней повестке. Вам слово. Спасибо. Спасибо, Михаил Владимирович. Во-первых, очень рад вас видеть. Уважаемые коллеги, приветствую всех. И, конечно же, это мой первый официальный визит в Российскую Федерацию. И должен сказать, что визит проходит очень удачно. Вы правильно заметили. Вчера мы с Владимиром Владимировичем обсудили фактически весь объем повестки наших межгосударственных отношений. Провели очень продуктивные переговоры и достигли очень важных договоренностей. И, конечно же, Россия является основным торгово-экономическим партнером для Республики Армении. И вы правильно заметили, что продолжительный объем нашей взаимоторгованно-экономических связей растет. Еще и в рамках Евразийского экономического союза мы эффективно сотрудничаем. И в области энергетики у нас уже довольно-таки богатый опыт и очень интенсивные стратегические планы, чтобы совместно развивать этот сектор. Конечно же, в транспортном секторе и в других отраслях у нас очень конкретные планы. И вчера с Владимиром Владимировичем мы договорились, что межправительственный совет должен стать основной площадкой для реализации тех договоренностей, которые мы достигли в области экономики, энергетики и других областей. Считаю нужным подчеркнуть, что в действительности наши министерства довольно-таки хорошо сотрудничают. И должен сказать, что межправсовет тоже довольно-таки активно работает. Недавно в Ереване прошло заседание межправительственного совета. И я думаю, что в текущей ситуации у нас появляются общие вызовы, но есть еще и возможности, которые нужно зарегистрировать, попробовать использовать эти возможности. И я очень рад, что сегодня у нас будет повод обсудить некоторые конкретные темы и, может быть, удастся прийти к конкретным решениям. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения. 30 лет ОДКБ, 25 лет уже юбилейнее для договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. И в этом юбилейном году у нас есть конкретный план мероприятий. И я вчера и сегодня неоднократно подчеркнул, что думаю, что это, во-первых, хороший повод отметить юбилей, и, во-вторых, это очень хороший повод проанализировать пройденную дорогу, посмотреть, где мы приуспели достичь тех целей, которые были намечены, где не успели, и что нужно делать, чтобы наше сотрудничество сделать более эффективным и более продуктивным. Очень рад еще раз видеть. Спасибо за радушный прием. Мы периодически встречаемся и на полях Евразийского экономического союза, и у нас очень интенсивные двухсторонние связи. И хочу поблагодарить вас еще и за некоторые последние решения, которые очень здорово нас поддержали в смысле провольственной безопасности. Это очень важно для нас. Благодарю правительству Российской Федерации. Я уверен, что мы в будущем тоже будем очень эффективно сотрудничать и найти новые пути и решения для дальнейшего повышения взаимного товарооборота и взаимной торговли. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»